Оперативное совещание в правительстве. В России вчера Хабиров начал бойко и сразу с места в карьер, а именно с кадровых назначений. Валерий Олейник назначен секретарем Международного совета общественной безопасности. Это такой орган, который координирует взаимодействие властей с правоохранительными органами. Так уж получилось, что в России правоохранительные органы все дальше и дальше отдрейфовывают от властных структур, все больше превращаются в некую опричнину, которая надзирает за вороватыми чиновниками, которые норовят чего-нибудь где-нибудь увезти, отплести и сунуть в карман. И функция правоохранителей во многом теперь сводится к тому, чтобы осуществлять надзор федеральных властей за местными властями. Так вот, вот этот Совет общественной безопасности призван хоть сколько-нибудь связать региональную власть и федеральных силовиков. Валерий Оленик возглавит этот Совет и будет координировать вот это самое взаимодействие. Собственно, Валерий Станиславович большой специалист по борьбе с экстремизмом. Я не поленился и прочитал одну из научных работ Валерия Станиславовича. Не смейтесь, действительно, человек хоть и выходец из ФСБ, хоть и силовик по своей натуре, но не чужд в научной работе и оказался таким весьма ярким теоретиком борьбы с экстремизмом. Вот одна цитата из его научного труда. «Стабильность общества и личности детерминируется базовыми ценностями – экономическими, политическими, правовыми и моральными. Кризис социума означает деструкцию этих ценностей, что является детерминатной основой для экстремизма». Конец цитаты. Согласитесь, тут спорить вообще не с чем. Если бы еще эти светлые мысли воплощались в жизнь, если бы наша власть и силовики тоже руководствовались подобными научными мыслями и размышлениями, наверное, тогда мы уже давным-давно этот самый экстремизм победили. Но, увы, политические и социальные проблемы порождают и порождают вновь, к сожалению, это уродливое проявление социальной жизни человека. Ну, в общем и целом, господин Олейник, конечно, находится на своем месте. Посмотрим вообще, что он там будет делать. Хотя, в принципе, конечно, совет – это достаточно такое пустое занятие, если честно. Потому что сейчас, повторюсь, силовики больше находятся в положении надзирающих за властями. Одним из важных, но, увы, нерадующих нас назначений и кадровых изменений было назначение министра образования и науки. Ожидаемо и, к сожалению, министром образования и науки стал Мавлетбердин Ильдар Маратович. Вчера еще первый зам Айбулата Хажина, отъехавшего на передержку в госсобрание. Собственно, это означает, что ничего в науке и образовании Республики Башкортостан, к сожалению, в ближайшем будущем не изменится. Ну, разве что немножко перераспределяться и изменят свое направление финансовые потоки этого очень ресурсного ведомства. Денег в Министерстве науки и образования очень много и, увы, тратятся они, конечно, очень криво. Более мелкие назначения Хабирова даже не стоит обсуждать. Вообще, колода, конечно, исхудала и обтрепалась, а скамейка запасных у Радия Фаридовича похожа на скамеечку самой древней пятиэтажки. В общем, конечно, приходится ему тасовать одних и тех же людей туда-обратно. Похоже, что уже исчерпалась и Шимбайская родня, начали уже совсем там скрести по дальним деревням. Ну, вот, что есть, то есть. Не устаю говорить о том, что, конечно, самое больное место Хабирова – это его кадровая политика. Описывая свое времяпровождение на прошлой неделе, Радий Фаридович с отдельно проработанным придыханием рассказал нам о высоком доверии, оказанном ему лично и республике в целом Владимиром Путином. По высочайшему указанию в 2024 году Башкортостану доверено проведение 12-го форума «Россия – спортивная держава». Ну, форум формально считается даже международным. Я не сомневаюсь, что тогда приедут ведущие спортсмены Северной Кореи и Ирана. Естественно, гордость и расходы за счет принимающей стороны. Ну, источник финансирования не определен и даже не определенны даты проведения этого величайшего события. Но, тем не менее, Хабиров чуть не плакал от умиления, насколько он был рад вот такому доверию. Из крикливого, как обычно, рекламного ролика Минспорта Республики Башкортостан мы узнали об этом даровании, которое было с барского плеча Владимира Путина отпущено Республике Башкортостан. А также мы с удивлением узнали, что в Башкирии есть некая программа «Земский тренер». Судя по всему, эта программа произошла из покойной ныне программы «Земский доктор». Вот эта радостная новость о проведении очередного спортивного форума в 2024 году породила у меня неожиданную мысль. Судя по всему, Владимир Владимирович раскусил, наконец, Хабирова и понял, что на самом деле удается у этого горе-губернатора. Ну, Владимир Владимирович понял, что лучше всего дарить Хабирову праздники и форумы. А Хабиров будет дарить нам эти праздники и форумы. Есть одна только проблема, что все это безобразие происходит за наш бюджетный счет и, по сути, за счет тех важных вещей, которые в Республике на самом деле не делаются. Не достраиваются школы, в безобразном состоянии дороги, в безобразном состоянии жилищно-коммунальная сфера. Единственное, что у нас процветает, это индустрия праздников и развлечений губернатора и главы Республики Башкортостан. Традиционно пробежались по ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Вышедшая, наконец-то, из отпуска Ирина Александровна Голованова, загоревшая и похорошевшая, отлично отметившая свое 50-летие вдали от Российской Федерации, Республика Башкортостан рассказала нам, что крупных аварий на минувшей неделе случилось 9. Это довольно много. Крупными авариями, напомню, считаются отключение ресурсов ЖКХ более чем на 8 часов. И 26 аварий, которые были чуть меньше 8 часов. В сумме 37 существенных нарушений подачи ресурсов ЖКХ и количество этих аварий продолжает нарастать. Министр транспорта и дорожного строительства Александр Владимирович Калибанов с присущей ему вальяжностью зачитал статистику ГИБДД. ДТП случилось на минувшей неделе 66, пострадало в них 72 человека и погибло 5. Статистика количества ДТП в этом году превышает количество ДТП в прошлом году, а вот количество пострадавших и погибших несколько ниже, чем в прошлом году, что не может не радовать, несмотря на то, что с научной точки зрения объяснить это, конечно, сложно. Вероятнее всего, это просто некое везение истечение обстоятельств. Господин Калибанов традиционно побрезговал представлять нам информацию об успехах дорожного строительства в регионе. Вот в связи с этим я все-таки считаю, что целесообразно было бы Александра Владимировича перевести на должность пресс-секретаря регионального управления ГИБДД. Ну, каковым он, собственно, и ощущается на том месте, на котором он сейчас находится. Тогда, возможно, его сменщик будет нам рассказывать о дорожном строительстве, о том, чем он на самом деле занимается. И мы узнаем, как там дела с Зининским переездом, как дела с Шаншкшинским мостом, и когда же он, наконец, откроется, когда достроят дорогу в Кузнецовском затоне, ну, и почему, например, разметку в Уфе начали делать только с первым снегом. Вот этого всего нам Калибанов почему-то не рассказывает. Новенький председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов будренько сообщил нам, что за неделю в республике Башкортостан погибло в пожарах народу больше, чем погибло в ДТП. Согласитесь, довольно странно. И закон на смерть выпало народу тоже больше, чем погибло в ДТП. Но господин Первов строго заметил, что на эффективность работы пожарных извещателей, дорогой Радий Фаритович, все эти трагические статистические данные никак повлиять не могут. И, как и прежде, как при Фарите Гумирове, Радий Фаритович может положиться на комитет ПЧС, который неумолимо распределяет эти самые пожарные извещатели по пространству и равномерно распределяет их по всей площади Республики Башкортостан. Вот, честное слово, сколько лет слушаю я вот эту оперативку, и всегда в докладе Министерства комитета по чрезвычайным ситуациям обязательно звучат фанфары, и они всеми силами доказывают, что вот именно вот эти вот маленькие пластмассовые коробочки с батарейкой и являются чудодейственным средством от пожаров. При том, что людей горит в пожарах у нас больше, чем погибает в ДТП. Ну, да, действительно, заработок на этих пожарных извещателях очень крутой. Действительно, стоят они 3 копейки, а государство почему-то обходится 3 рубля. Ну, блин, хотя бы молчали вы, что ли, об этом. Далее Министр торговли, услуг и защиты прав потребителей Алексей Гусев зачем-то сделал доклад о состоянии потребительской кооперации в Республике Башкортостан. Из грустного и сумбурного доклада господина Гусева стало понятно, что по части потребительской кооперации регион давным-давно выбыл из числа лидеров в стране и скатился аж на седьмое место. Действительно, не так давно Республика Башкортостан по потребительской кооперации, по ее интенсивности и численности была в лидерах в стране, и теперь Республика скатилась вот на это седьмое место. А вот цифра оборотов прибыли и, как говорится, счетных показателей, и показатели, в первую очередь, вовлеченности в потребительскую кооперацию жителей сельской местности вообще не поражают воображение, ну и даже вызвали вопросы у самого Радия Фаритовича, весьма далекого от всяких экономических вопросов и разбирающегося в них с трудом. Хабиров раздраженно потребовал от Гусева дополнительных аналитических данных и сравнительного анализа показателей потребительской кооперации по годам. Ну, достаточно из доклада Гусева понять одну цифру, что в потребительскую кооперацию в сельской местности вовлечено менее 3% жителей. Ну, а обороты вот этой всей отрасли в целом по республике Башкортостан сравнимы с оборотами средней руки торгового центра. Ну, в общем, лучше бы молчал. Может быть, и пронесло бы. Но, в целом, Алексею Гусеву, очевидно, пора возвращаться в Красногорск. В последнее время его преследуют провалы и поражения. Некогда любимая Хабировым затея молочная кухня критикуется потребителями и чахнет на глазах. Детское питание в школах, которые тоже курирует господин Гусев, становится все хуже и хуже день ото дня. А теперь вот еще и потребительская кооперация подвела Алексея Гусева. Остается продать в хорошие руки, наверное, Башспирт. Ну, и можно уже отъезжать домой в Красногорск. По традиции, когда особенно не о чем говорить на оперативках, когда отшумели форумы, а в батареях тревожно булькает, на совещание правительства приглашают какого-нибудь директора. Директора какого-нибудь предприятия. И просит его сделать доклад об успехах, которые можно хоть как-нибудь притянуть за уши и превратить в свои собственные. Тех самых успехах, которых так не хватает команде Хэ, и которые все еще сохранились где-то на периферии и в чужих карманах. В этот раз зашли, как говорится, с козырей. Докладчиком стал управляющий директор ПАО ОДК ОМПО Евгений Александрович Семивеличенко. Начал Евгений Александрович с величественного и ошеломительного. Он сообщил нам, что ОМПО уже 98 лет обеспечивает авиацию державы двигателями для летательных аппаратов всех типов. Господин Семивеличенко сообщил нам, что все самолеты системы Сухого летают исключительно на моторах, сделанных в городе Уфе. И что выручка ОМПО сейчас составляет, внимание, 100 миллиардов рублей в год. Что, безусловно, впечатляет и поражает воображение, но 100 миллиардов – это действительно очень много. Это половина бюджета Республики Башкортостан. Ну, в общем, конечно, успехи ОМПО существенно более впечатляющие, чем успехи потребительской кооперации в Республике Башкортостан. По мере развития повествования Семивеличенко взмывал ввысь подобный истребителю шестого поколения, который никто не видел, но все верят в его существование. Мы услышали о десятках тысяч счастливых работников ОМПО, которые получают среднюю зарплату 91 тысячу и даже больше. Почти бесплатно питаются, подвозят их на работу на служебном транспорте. При этом они уже получили аванс на ипотеку, ну или в крайнем случае компенсацию на жилье. Я уже был готов разрыдаться в умилении от того, как все замечательно в российском авиационном двигателестроении, но господин Семивеличенко заговорил о проблемах предприятия и спустил меня, как говорится, на землю. Оказывается, предприятие испытывает существенный кадровый голод. Ему не хватает аж 4 800 рабочих самых разных специальностей и профессий. И господин Семивеличенко слезно просит придать этой тревожной новости самую широкую огласку. Подключить к подготовке рабочих учебные заведения, глав районов, городов и прочие подконтрольные хабировые ресурсы. Вот как-то странно это все обернулось. Ну, если вы такое могущественное предприятие, на котором, ну, во-первых, выручка как половина бюджета региона, прибыль, кстати говоря, в МПО весьма впечатляющая, 3,5 миллиарда рублей чистыми за год тоже немало. Ну, как же, ну, вы не можете людей привлечь. Ну, почему к вам не бегут сломя голову и не стоят в очередь? Потому что мы же понимаем, что все вот эти байки про супернизкую безработицу, это всего лишь байки Ленара Ивановой. Ну, тут как в песне у Высоцкого. Если правда оно, но хотя бы на треть, ну, тогда народ сам бы уже, теряя рваные кеды, бежал в сторону отдела кадров и МПО. Ну, почему-то там не наблюдается толпа людей. И, кстати, у меня есть собственный опыт взаимодействия с кадровой службой МПО. Не так давно в моем присутствии один из моих знакомых пытался устраиваться на работу на МПО. Причем точно было известно, что человек обладает профессией, которая необходима сейчас в МПО, и там есть такая вакансия. Ну, в достаточно невежливой форме был послан в этой самой кадровой службе по причине отсутствия военного билета. Ну, вот примерно такая ситуация на самом деле. Вот примерно настолько, видимо, нужны кадры на МПО. В общем, в ближайшее время мы узнаем, как Республика Башкортостан борется с кадровым голодом ведущего производителя авиационных двигателей в Российской Федерации, и насколько эта проблема будет решена. На этом, по сути, оперативное совещание закончилось. Хотя был еще один доклад, но не стану отнимать ваше время и пересказывать доклад госпожи Головановой о том, как она озеленяла Республику. Это, правда, неинтересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин